Что же такое частичное вязание? Прежде всего это вязание клина на любом виде полотна, на двухфантурном или однофантурном, кулирном или цветном. Что относится к частичному вязанию? Прежде всего это окаты, цельновязанные с полочками, горловины с открытыми петлями для дальнейшей обработки планками или воротничками, фигурные планки по краям изделий, ушки шапок, мысочки носочков и рукавичек, пяточки носочков, моделирование для защипов и складок, выточки, береты, скатерти, подушки, позволяющие вязать изделия шириной в две вязальные машины, пелерины, оборки, кокетки поперечные, прорезные карманы, а также геометрические узоры, позволяющие создавать конкуренцию жаккардам или интарсии. Также к отдельному виду частичных узоров я бы отнесла свинг, елочки и волну. Какие же ошибки допускают вязальщицы при частичном вязании? Если у вас клинит каретка, это недостаточно оттяжка в месте увеличения рядов. Если вы видите неаккуратное отверстие на полотне, дырочки, это значит, что вы просто забываете обвивать иглу, стоящую в переднем положении. Если слетают петли рядом с иглами в переднем положении, это значит, что вы просто неправильно ставите их в работу. Зачастую неопытные вязальщицы допускают очень грубую ошибку, провязывая лишний ряд, либо даже несколько рядов перегоняя каретку с одной части провязанной горловины к другой, которую просто стоит связать. Эти лишние ряды могут быть замечательной отделкой в том случае, если они провязаны симметрично и справа и слева. Но неопытная вязальщица сделает ошибку и внимание не брать это, а со стороны явно виден такой неаккуратный перекос. Если вы при вязании клина не ставите метки по иглам, вяжете не точно по схеме или по расчету, а на глазок или по памяти, не следите за количеством провязанных рядов, не прорисовываете клин на схеме, то не удивляйте, что на плоском изделии появляются острые углы, маковка на шапке, либо наоборот тупые клинья, которые создают некрасивые волны, которые невозможно отпарить. Для того, чтобы вязать правильно и не переделывать, нужно усвоить ряд приемов. Этому мы посвящаем второй урок блока для начинающих нашего 9-месячного курса обучению мощному вязанию. На первом уроке блока вы узнаете множество приемов, множество секретов, как избежать ошибок, которые вы либо пока не видите, либо просто не знаете, как их справлять или не допускать. На втором уроке блока мы не только отрабатываем технологию выполнения частичного вязания объемного и цветного, но и, в принципе, идеального вязания для получения качественного вида изделия. В уроке мы разбираем правила вязания пяти видов подгибов. Как вязать идеальные, не растягивающиеся, прорезные, вертикальные, горизонтальные петли, а также петли на двойной планке. Узнайте секреты и приемы вязания резинки на однофонтурной вязальной машине. Пять вариантов. Провяжите три варианта частичного вязания, в том числе фактурное и цветное. Узнайте классный прием вязания косички посередине полотна. Это сгиб и по краям это отделка края одновременно провязыванием. Знакомьтесь с правилами подбора плотности и узнаете, как отпоривать образцы без деформации. Это коротко об уроке для начинающих. Сам блок для начинающих состоит из четырех уроков, изучив и отработав которые, вы узнаете массу приемов, незнания которых выдает вас новичка машина вязания. И уже после первого блока вы сможете по видео вязания изделий в интернете определить, показывают вам процесс вязания с ошибками или правильно. Подробности о курсе для тех, кто делает первые шаги в машинном вязании смотрите в следующих видео.